Здравствуйте, друзья! С вами Светлана и мой канал. Для тех, у кого Новый год, круглый год в душе. Извините, я что-то в последнее время чуть подзагуляла, давно не выходила в эфир. Сегодня день необыкновенный, сегодня день ребенка. Поэтому, помните, я вам показывала вот эти вот две фигурки и говорила, что малютки, фигурки, персонажи детей, клоунов и всего остального покажу в самом-самом конце. И планировала показывать сегодня свой букет овощей и фруктов. Планы меняются, день ребенка, поэтому в награду всем терпеливым моим зрителям и гостям канала сегодня будут фигурки. Вот такие роскошные клоуны, посмотрите, играющие на мандолине. Да-да, это именно клоуны, так они указываются в спецификации. Их у меня три, как вы уже догадались. Вот такие три красавца, три роскоши, три радости, миниатюрки на моей елочке. А девочек, девочек две. Розу видели, а эту покажу вам подлиже. Вот такие вот крохи. Одна и вторая с куклой. Если кто не знает, что у них в руках, то это кукла. Ну так для себя, я все-таки вот эту вот девочку называю девочка с подснежниками. Хотя она, конечно, с куклой. Вот такие крохотули. А еще, еще, что я вам хочу показать? Что-то личное и сентиментальненькое. Вот такую вот агромезную открытку я когда-то получила от своего сына именно 1 июня, в день ребенка. И здесь написано по поводу дня ребенка. Вот такой цветок нарисован, роскошный. Ну и самое главное, пожелание внутри. Я вначале почитаю на польском языке, а потом переведу. Зоказы дня, дня детска, детску жидши детско, счастливая гущинта детска. И вот перевод. А по поводу дня, дня ребенка. Ребенку желает ребенок счастливого праздника ребенка. Вот как он написал. По поводу дня, дня ребенка. Ребенку желает ребенок счастливого дня ребенка. Ну и нарисовал двух главных героев. Клуб земли номер один. мой сын, пуп земли номер два а это я ну и вот такую еще рожицу пририсовал, вот так вот меня поздравлял ребенок, потому что говорю, мама, ты же тоже ребенок ты же чей-то ребенок ты же не всегда была мамой, вот такой у меня сладкий сынуля, а теперь еще у меня есть внук, как все уже знают и вот последнюю неделю я занималась только Филиппом и поэтому YouTube подождет как говорится, вещи важные, самые важные и важнее важных, это конечно наши семьи, наши дети и наши внуки снеговиков так один, два, три, четыре, пять вышел зайчик погулять вот пять у меня их отличаются окрасом один серебряный другой белый такой молочный матовый ну просто роскошный снеговик надеюсь их личика вам видны почему я посчитала до пяти а одного снеговика немного так вот в сторону передвинула сейчас вы все узнаете и все поймете потому что этот снеговик отличается от той пятерочки он с метлой у него посмотрите другая форма совершенно другая и вот на костюме пуговиц нет и рожица другая вот такой вот красотулечка вот эти снеговики как вы догадались вот эти вот попадаются часто а вот этот вот редкость как приятно каждому коллекционеру иметь что-то такое редкое в своей коллекции это очень для нас важно а вот красавцы какие посмотрите точка в точку два близнеца только окрасом личика это такой более розовый личико это такой бледненький загорал не загорал загорал не загорал но вот таких они костюмах вот такие миниатюрки клоуны тоже вот из разных наборов у меня коллекции такие вот красавцы на этих красавцах не заканчивается же моя коллекция сейчас вам что-то такое покажу такое покажу вот вот такой бурый мишка какой красавец как долго я его искала я еще ему пару дружочков прикупила они еще не приехали приедут во время распаковки покажу а малюток уже наверное долго-долго не буду снимать потому как уж больно трудно уж больно трудно их показывать вот эти крохи и в руках держать трудно и сделать и фокус и ракурс на эту кроху трудно но хочется поделиться с вами этой радостью этими игрушками ну как не поделиться покажу матрешек сразу прям у меня квартет квартет четыре значит квартет сделаем по-другому так как они все как близняшки я просто возьму две и лучше меньше да лучше покажу две все-таки проще держать в руках чем все четыре вот такие вот матрешечки матрешечки крошечки и мне их четыре голубоглазые девочки девочки были теперь кто мальчики мальчики в студию а мальчики у нас кто мальчики у нас космонавты вначале вот так вот их покажу вот эти вот одинаковые только вот подвес утеря ну подвес это не беда давайте вот эти вот да а вот этого глазки голубые а вот этого черные и знаете что в Украине выпускали и миниатюрки и нормальные игрушки очень часто их проще отличить в Украине рисовали голубые глазки а в России в основном в игрушках во всех рисовали черные глазки так что вот у меня украинец а вот русский космонавт вот такие вот мальчуганы космонавты я думаю видно я стараюсь изо всех сил сделать так чтобы вы смогли эти крохи рассмотреть крохи верхотулечки я перехожу более к более к более меньшим игрушкам вот игрушка гордость очередная гордость моей коллекции кто собирает игрушки винтажные антикварные знает почему редкая игрушка во-первых так стеклянная не пластмассовая и здесь котенок в конверте а есть еще такая собачка в конверте собачка в конверте тоже у меня есть она находится в наборе который я показывала набор малютка номер номер какой кажется 4 у меня рядом во всяком случае 1965 год производства потихонечку чтобы вы смогли не просто услышать от меня что здесь кошечка но чтобы вы могли и увидеть эту крохотную крохотулечку кошечку в конверте вот такая вот радость переходим к следующим радостям детства день же ребенка вот вам и пирамидки две пирамидки в люксике одна пирамидка немножко пострадавшая подвес утерявшая но я когда-то эти подвесы сделаю очень просто делаются вот обратите внимание здесь подвесы разные ну и конечно роспись пирамидок совершенно разная какие крохотулечки все объемное все раскрашенное это ж надо было сидеть и вот это вот кисточкой вот это все вырисовывать разрисовывать а вот игрушка я думаю что не все и не сразу даже поняли кого собой представляет эта игрушка а может быть все во всяком случае как говорится не суди по себе я сразу когда получила эту игрушку не могла понять кто это и что это присматривалась 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 зрение никакое даже в очках а потом рассмотрела это это глазик это клювик красная грудочка так это же снегирек вот кто это у меня представляете ну это же надо ну вот такой маленький клювик сделать уму непостижимо товарищи просто уму непостижимо вот такая кроха миниатюрка снегирек хотела показать вам еще вот такие вот семейства это хоть не персонажи но я решила именно сегодня вам их показать сейчас ухвачу вот такие вот опять же подчеркиваю семейки грибов стеклянные вот как как это можно было все же рельефное все прокрашено в таких лилипутах в таких малепутах уму непостижимо фокус работой я знаю трудно поймать на такой крохотули но так хочется ее показать во всей красе своей миниатюрной так что вот таких семейок у меня три а теперь еще один грибок вот посмотрите меньше этой игрушки я не показывала никогда вот такой мухомор миниатюрка это уже у меня самая миниатюрная миниатюрка и что самое конечно для меня важное это то что эта миниатюрка именно стеклянная чаще намного чаще в разы чаще эта игрушечка попадается в наборах пластмассовая а стеклянная смотрите здесь не целый сантиметр очень редко и вот эта крахотуля обожаемая мной у меня в коллекции кого чего еще вам показать ну конечно снегурочку кому видите здесь у нее потеря краски на личике в принципе вот это восстановить у меня такая краска есть одним разом одним махом но я подумаю скорее всего не стану хочу чтобы она осталась натуральной красавица шубка ее кому интересен Дед Мороз вот здесь коробки показывала можно посмотреть а вот исключение исправил как-то вот так ко мне в гости сбежу и навсегда остался вот такой Дед Мороз пластмассовый Дед Мороз вопрос только один вот как его на елку повесить никак у него никакого подвеса нет значит он изначально был предназначен вот так вот стоять под елочкой из этого следует что у него должна быть и Снегурочка скорее всего тоже пластмассовая которая стоит под елочкой а сейчас покажу вам такое чудо это чудо это чудо все таки находится у меня в коробке 65 года я же понимаю что не все сразу же пойдут пересматривать это видео которое снимало год или больше года назад и поэтому все таки одну игрушку из этой коробки вытащила парашют с парашютистом парашютистом парашют конечно же стеклянный да еще и с фосфорной краской сам парашютист пластмассовая эта крохотуля ниточка это все подвешивается очень редкая игрушка из серии малютки мечталка вот у меня вот эта вот мечталка потом вот эти вот игрушечки котик в этом ой конверте собачка в конвертах вот этот грибочек это дружочки игрушечки мечталочки ну у меня еще есть несколько мечталочек ну вот несколько мечталочек у меня есть все коллекционеры знают о чем я говорю и собиратели заключить хотела бы свой показ чем свечами эти свечи предназначены на елку ну сегодня же во первых день ребенка значит многие родители купят что-нибудь сладенькое для своих детей правильно правильно а у многих сегодня да просто день рождения и вот такие свечи да на туртик а у меня раз да на елочку все дружочки всем всего доброго светлого яркого удачного лета вообще счастья любви здоровых детей а я скоро скоро к вам вернусь пока пока пока